Несмотря на то, что сезонность в моде скоро отменят, поскольку летом уже давно носят меха, а зимой сарафаны, в нашем полном контрастов в регионе все же разделяют гардероб на легкий и теплый. Говоря о последнем, обязательно возникает тема верхней одежды. Говоря о шубе Любовь к пальто характеризует изысканного модника, а чтобы не быть слишком чопорным, пальто должно быть слишком стильным. Мы не ограничены в одном силуэте. Сейчас мы наблюдаем и оверсайз, он еще не ушел у нас из жизни, но уже приталенные силуэты, они больше начинают доминировать в настоящей моде. Если раньше же опять мы смотрим, сравниваем пальто длинное, относилось к разряду вечерней моды, то сейчас оно плавно перетекло в спортивный стиль. Говоря о модных силуэтах, нельзя не упомянуть любимый в последние сезоны бомбер, как в классическом виде, так и в различных модификациях. Бомбер Это укороченная куртка на молнии с акцентами на рукавах и на линии талии. В этом сезоне мы наблюдаем целый ряд бомберов из меха, из неопренов, из трикотажа. А как вечерний вариант мы можем рассмотреть шелковый бомбер, также с акцентами на горловину, с акцентами на нашивки блестящие. Мы можем также бомбер использовать как с брюками, с юбками, но в нашем варианте это с кружевным платьем. Подклад в верхней одежде это не только техническая необходимость, но и повод для дизайнерских экспериментов. С подкладом на верхней одежде достаточно интересно работать. Подкладка может быть как однотонная в цвет, возможно смешать все цвета, которые есть в верхнем изделии. Это можно поработать именно с нашивками, с наклейками внутри подклада, для того, чтобы внутренняя часть была еще интереснее, чем внешняя. Кстати, концептуальный гардероб не просто набор модных предметов. Это прежде всего правильное сочетание их между собой. Ну и соответствие вкусу яркой личности.